МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Тимиртау 83 семьи получили ключи от заветных квартир. Вручил их лично Аким Карагандинской области и Ирлан Кушанов. Также в ходе рабочей поездки в город Металургов глава региона посетил новый участковый пункт полиции. В Караганде власти и предприниматели смогли договориться о судьбе спорных земельных территорий. Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам предпринимательства. В Караганде проходит областной конкурс исполнителей традиционных песен. Сегодня во Дворце культуры горняков состоялся второй тур состязания. В конкурсе приняли участие 21 человек со всего региона. В Тимиртау 83 семьи получили ключи от заветных квартир. Вручил их лично Аким Карагандинской области и Ирлан Кушанов. Также в ходе рабочей поездки в город Металургов глава региона посетил новый участковый пункт полиции. Это первый объект в области открытого формата работы правоохранительных органов. Обычный день обернулся для сотен тимиртаусов долгожданной радостью. 83 семьи стали обладателями заветных квадратных метров по программе Нурлужер. Ключи от квартир вручал Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Он подчеркнул, что данное новоселье – лишь одна из перемен, которые ждут Тимиртау в ближайшие годы. Во многом это заслуга главы государства. Я думаю, это не первое и не последнее новоселье. Вы знаете, развитие города Тимиртау – это на особом контроле у главы государства. Я думаю, мы все это особо почувствовали во время визита главы государства в Тимиртау. По его поручению в ближайшие месяцы начнется строительство Арселор Миттл Тимиртау, начнется строительство поликлиники в городе. Будут решены вопросы дошкольного образования. Будет строиться детский сад. Будет построен спортивный комплекс. В числе счастливцев, получивших квартиры в арендном доме, матери-одиночки, дети-сироты, работники бюджетных организаций и множество других категорий граждан, которые, как никто другой, нуждаются в помощи государства. Сегодня многие из них не могли скрыть радость и приятное волнение. Чтобы получить свой уголок, некоторые из очередников ждали десятки лет. Я очень рада. Квартиру получаю. Десять лет взяла. Но я тогда работала в больнице, как бюджет была и как холодильная ночь стала. Тогда было мне двое. Потом уже вот третьего, на трех, на трехкомнатную стала. О счастливее в Новоселов Ерлан Кушанов отправился на открытие первого в Казахстане фронт-офиса полиции для приема граждан. Это один из первых шагов ребрендинга полиции. Стеклянные стены символизируют открытость и прозрачность работы правоохранительных органов. В данном участковом пункте полиции гражданам будут оказывать правовую и консультативную помощь. В данном зональном пункте всегда работает взаимодействие работы юридических участковых инспекторов, группы поста патрульной полиции, службы пробации и группы юридических участковых инспекторов. То есть здесь в другом случае находится пост патрульной полиции, которая обслуживает территорию зонального пункта номер 3. Эта дислокация находится зонального пункта номер 3 на территории второго микрорайона. То есть границами является вот проспекта республики до Мичурина, боком Самольскому и до Металлурга. Новое здание было построено за счет средств из областного бюджета. Вполне вероятно, что зональный пункт полиции номер 3 восточного отдела полиции Тимиртау совсем недолго будет оставаться единственным в своем роде. Министерству внутренних дел предстоит пережить еще множество реформ. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Также в ходе рабочего визита в Тимиртау Ерлан Кушанов посетил станцию ТЭЦ-2, от работы которой зависит теплоснабжение всего города. Аким области поинтересовался ходом ремонтных работ котлов и турбин. В январе прошлого года отопительные котлы на ТЭЦ-2 в Тимиртау начали выходить из строя. Чтобы не допустить такого впредь, ситуация на станции находится на постоянном контроле властей. В ходе рабочей поездки Аким области Ерлан Кушанов поинтересовался, как протекает ремонт второго котла. На ремонтные работы в этом году было выделено 3 миллиарда 600 миллионов тенге. Глава региона поручил руководству Арселор Миттл Тимиртау ускорить сроки, а своим почненным докладывать о ситуации каждые три дня. Во-первых, теперь обещаете когда? Декабрь какой? Декабрь. Ну, стараемся хотя бы в середину декабря, чтобы завершить. Нет, это середина не пойдет. Середина не пойдет. Вадим Борисович, добавьте людей, бригады. 5 декабря крайний срок. 5 декабря. 5 декабря здесь собираемся до этого Аким города и, в первую очередь, Энергонадзор Асхат. Каждые три дня информацию дайте. В Караганде власти и предприниматели смогли договориться о судьбе спорных земельных территорий. Об этом было сказано на заседании комиссии по вопросам предпринимательства, которое прошло под председательством Акима Карагандинской области Ирлана Кушанова. В свое время камнем преткновения стали участки, выделенные вне градостроительных документов. На тот момент еще не были утверждены генеральный план города и проекты детальной планировки. По этой причине бизнесмены долгое время не могли приступить к строительству. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов, узнав о проблемной ситуации, встал на защиту бизнеса. Он поручил до конца года решить вопрос по каждому такому земельному участку, а их набралось больше ста. О первых результатах рассказал Аким Караганды Нурлана Убакиров. Благодаря данной работе наши предприниматели уже приступили к реализации своих проектов. Актуально сегодня строятся жилые дома в микрорайоне Степной на Сатыбалдина, которые будут реализованы по программе 7.20.25 уже в следующем году. По пяти проектам предпринимателям получена вся разрешительная документация на строительство объектов и начато их освоение. И 11 проектов запланировано уже со следующего года реализации. Удалось найти компромисс еще по 17 участкам, которые находятся на землях общего пользования в парках и скверах. Предприниматели согласились на их изъятие взамен на другой участок. К примеру, власти вернули в коммунальную собственность земельный участок площадью более гектара, расположенный в парковой зоне. А земельные участки предоставляются в различных частях города, в основном сейчас на юго-востоке, где соответствуют проекту детальной планировки. Ну, на примере, сегодня большой земельный участок был более одного гектара в парковой зоне, за территорией целесно-ресовой больницы. Более, получается, одного гектара компания по контракшн. Долго шли переговоры о том, чтобы и передоставили им земельный участок для строительства крупных объектов в микрорайоне, так называемом, в новом центре. Мы им предоставили равнозначный земельный участок, а тот земельный участок передали в управление парками, и они вошли в земли общего пользования, которые в дальнейшем не будут приватизироваться. На заседании было отмечено, что в целом есть взаимопонимание между властями и предпринимателями. Бизнесменам, которые еще не заявили о подобной ситуации, необходимо обратиться в Акимат города, либо в палату предпринимателей. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 31 октября на 43-м году жизни скончался депутат карагандинского городского маслехата Вадько Сергей Николаевич. Он родился 2 марта 1976 года в поселке Молодежный Азакаровского района. С января 2014 года по настоящее время являлся генеральным директором группы компании «Бэкемпласт» и «Казпласт». Также являлся членом партии «Нур-Отан», введен в состав депутатского корпуса. У Сергея Николаевича остались жена и трое детей. Гражданская панихида состоится 1 ноября в 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут в ТО «Триада» по адресу переулок Стартовый 61-5. Продолжаем выпуск. Мероприятия по противодействию коррупции продолжаются. Среди студентов городских колледжей прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг» на тему минимизации коррупции в обществе. Мероприятие было подготовлено в рамках государственной программы «Рухани Жанру». Мероприятия, проводимые в рамках антикоррупционной политики в нашей области, активно ведутся с начала года. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» показала, насколько молодежь знакома с этой проблемой. Данная форма была выбрана не случайно. Вопросы были интересные, были и на логику, и на тему по противодействию коррупции. Как известно, в любом деле лучшим методом является профилактика. Департамент агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области отмечает, что именно стандарты предоставления государственных услуг являются гарантией уменьшения коррупции. Цель проведенной интеллектуальной игры, как и заявлено в теме, – это минимизация коррупции. А это представляется возможным при получении госуслуг через портал электронного правительства. Таким образом, наличие дистанционного контакта между услугодателем и, собственно, услугополучателем способствует уменьшению коррупции. В завершении мероприятия победители были награждены грамотами и ценными призами. Токжан Лян, Вандрии Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде проходит областной конкурс исполнителей традиционных песен. Сегодня во Дворце культуры Горняков состоялся второй тур состязанием. В конкурсе приняли участие 21 человек со всего региона. Мероприятие приурочено к 175-летию выдающегося поэта-композитора Ахан Сире Курамсаула. В целях популяризации произведений и наследия поэта был организован конкурс «Аудимжер». Организаторы утверждают, данное мероприятие внесет свой вклад в развитие казахского традиционного искусства. Среди членов жюри были певцы областной филармонии имени Кали Байжанова. Они высоко оценили профессиональное мастерство молодых исполнителей. При поддержке Управления культуры проходит такое замечательное мероприятие. Данный конкурс был организован впервые. Мы намерены и в будущем году проводить подобные мероприятия уже на республиканском уровне. Нас очень радует высокий уровень подготовки участников, но победит сильнейший. Желаю всем удачи! В конкурсе участвовали молодые исполнители в возрасте от 16 до 35 лет. Все они приехали из четырех городов и шести районов области. Индира Сулейменова учится в колледже искусств имени Татимбета. Несмотря на свой юный возраст, она имеет немалый опыт в исполнении традиционных песен. По словам Миндиры, она услышала про состязание от своего учителя и с радостью решила принять участие в нем. Я готовилась к этому конкурсу около четырех недель. Не скажу, что это было сложно для меня. Я очень рада, что прошла во второй тур, поскольку конкуренты были очень сильные. Есть те, кто приехал из Астаны и Алматы. Это большой опыт для всех нас. Благодаря таким конкурсам мы значительно повышаем свою музыкальную грамотность. Напомним, 30 октября состоялся первый тур конкурса «Аудемжеры». Во второй тур прошли 14 певцов из 21-го. В обоих турах они исполнили две песни из репертуара «Акан-Сире» и еще две песни в свободном формате. Победители ждут денежные призы в размере до 100 тысяч тенге и благодарственные письма. Сотрудники природоохранной полиции на территории Улытауского района задержали браконьеров. В салоне двух автомашин обнаружены мешки с тушами сайги. Задержанные лица дали признательные показания. 25 октября на территории Улытауского района были задержаны четыре жителя Казалардинской области. В двух автомашинах были обнаружены мешки с тушами предположительно сайги. На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа ОВД Улытауского района. На месте происшествия изъяты вещественные доказательства. Задержанные лица дали признательные показания. Сотрудники полиции отдела защиты природы ДВД Карагандинской области при проведении поисковых мероприятий задержали незаконных охотников на территории нашего района. Сейчас ведется расследование. В случае, если вина подозреваемых в суде будет доказана, кроме тюремного срока, каждому из них грозит обязательное возмещение ущерба, причиненного природе, а также уплата всех материальных затрат, связанных с расследованием дела. Департамент полиции напоминает, что незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных наказывается лишением свободы до трех лет. И еще об одном. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» одержал очередную победу в домашнем матче. 30 октября на льду Ледового дворца «Караганда-Арена» наши хоккеисты встретились с командой «Саров» из Нижнегородской области. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу «Сарарки». Болельщики «Сарарки» увидели по-настоящему зрелищный матч, насыщенный яркими моментами. Хозяева прекрасно провели первый период и забросили две быстрые шайбы в равных составах. Распечатал ворота капитан команды Максим Беляев. Спустя лишь полторы минуты в быстрой комбинационной атаке Александр Борисевич отправил вторую шайбу в ворота саровских хоккеистов. Во втором отрезке матча нашим спортсменам забить не удалось. Зато гости сумели сократить счет. На второй перерыв команды ушли со счетом 2-1. Заключительную треть матча подопечные Дмитрия Максимова провели более дисциплинированно, с явным преимуществом, но забить третью шайбу так и не удалось. Финальная «Сирена» зафиксировала победу карагандинской «Сарарки». Матч закончился со счетом 2-1 в основное время. Мы готовились, ко всем соперникам готовимся. Но, значит, привезли два быстрых гола. Один своими руками, другой, там, «Сарарка» сама сделал. С Хитерилом немножко у нас защитник не разобрался. Это, конечно, наложило отпечаток на игру. Да, и потом, как ком пошел, немножко такой нервяк. Но потихоньку справились. Вроде бы как и выровняли. Хотя игра с преимуществом была. «Сарарки». Ну да, действительно, быстрые два гола. Вроде бы так окрылили ребят в первом периоде. Второй период решили, что игра уже сделана. Сейчас мы тут наковыряем, забиваем сопернику. Но так не бывает. Пришлось нам тоже вмешиваться, скажем так, в фактор психологии, чтобы ребят успокоить, чтобы ребята выполняли игровое задание. Ну, третий период, конечно, более дисциплинированно сыграли. Да, коллега отметил с преимуществом, но могли бы переиграть вратаря. В настоящее время хоккейный клуб «Сарарка» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. Следующую домашнюю встречу карагандинские хоккеисты проведут 2 ноября в 19 часов против хоккейного клуба «Рязань» из одноименного города. Андрей Танандрит Тимофеев, 1-й карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболмстер. Редактор субтитров А.Семкин